Сегодня, 31 октября, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Луку, а также преподобного Иосифа Володского, новомученицу Елисавету и, особо почитаемую в Сербии и Болгарии, великомученицу Злату Моглинскую. Святой апостол Лука был одним из образованнейших людей своего времени, врачом. Лука — врач возлюбленный, пишет о нем апостол Павел. Святой Лука известен нам как автор одного из Евангелий и книги деяний святых апостолов. Евангелие от Луки написано на греческом языке. В нем подчеркивается вселенское значение христианской веры для всех народов. Известен святой евангелистой как первый в истории иконописец. По преданию, кисти апостола Луки принадлежат известные чудотворные иконы Богоматери — Владимирская и Ченстаховская. Сама Пресвятая Дева сказала «Благодать родившегося от меня, и моя милость с семи иконами да будут». Свой земной путь апостол мученически окончил в городе Фивы. В песнопении и каноне апостолу Луке говорится, что он научился врачеванию душ более, нежели врачеванию тел. Церковь отмечает, что в своей проповеди Лука обращался к человеческому стремлению к познанию. Сегодня мы чествуем святого евангелиста и просим. Моли Бога о нас. Преподобный Иосиф Володский наряду с преподобным Сергием Радонежским почитается как один из толпов русского монашества. Преподобный Иосиф в миру Иоанн Санин родился в 1440 году. Он принял монашеский постриг в 20-летнем возрасте и впоследствии стал игуменом Боровского монастыря. Преподобный Иосиф решил преобразовать монастырскую жизнь на началах строгого общежития. Он обошел русские монастыри, чтобы исследовать наилучшее устроение иноческого быта. По возвращении Иосиф основал свою обитель недалеко от родного Волоколамска. О преподобном вспоминали, что днем он не гнушался тяжелого физического труда, а ночи проводил в молитве. Главное внимание преподобный Иосиф уделял внутреннему устроению жизни иноков, сочетанию нестяжания, труда, послушания и молитвы. По составленному им уставу до сих пор живут русские монастыри. Мощи святого покоятся в Успенском соборе Иосифа Володского монастыря. В 2009 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла преподобный Иосиф объявлен небесным покровителем православного предпринимательства. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобный Иосиф Володский не только сам следовал заповедям монашеской жизни. Он заботился о том, чтобы устройство жизни в обители помогало бы духовному росту монаха. Церковь обращается к преподобному Иосифу. Моли Бога о нас. Елизавета Николаевна Крымова родилась в 1877 году в Серпухове, в бедной рабочей семье. Отец рано умер, мать, прачка с трудом могла покормить семью и вынуждена была отдать Елизавету в приют. Та выучилась на белошвейку, этим и зарабатывала всю жизнь. И до, и после революции она часто бывала во владычнем Алексеевском Серпуховском женском монастыре, поддерживала дружбу с монахинями. А после закрытия монастыря разместила сестер у себя. В 1931 году с группой монахинь и священнослужителей ее и арестовали. «С политикой советской власти в религиозном вопросе я не согласна, ибо это оскорбляет мои религиозные чувства», – ответила на допросе 54-летняя женщина. Елизавету тогда приговорили к трехлетней ссылке в Казахстан, а в 1937 году опять арест, на сей раз за то, что приютила в своем доме монаха. 17 октября Елизавету Крымову расстреляли на Бутовском полигоне за антисоветскую агитацию. Ее имя включено в Собор новомучеников и исповедников российских «Определением Священного Синода» в 2002 году. Гонения на церковь в XX веке коснулись тысяч простых христиан. Эти люди – простые труженики, даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и своего спасителя. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. И мы обращаемся к ним со словами молитвы. «Молите Бога о нас». Святая Злата Моглинская жила в XVIII веке на территории Северной Греции, пребывавшей тогда под ермом турок. Девушка из бедной христианской семьи привлекла внимание богатого и знатного турка. Он похитил ее, принуждал выйти за него замуж и перейти в ислам. Но она отказалась. Родители девушки, страшась угрозой наказания, уговаривали ее сменить веру. Злата осталась непреклонна и была подвергнута жесточайшим истязаниям. В селе в то время находился афонский игумен Тимофей, которому Злата передала просьбу помолиться за нее. Он же и стал свидетелем ее мученической смерти. В 1912 году ее причислили к лику святых. Христианские мученики своей жизнью, пролитой кровью, свидетельствовали об истинности христианской веры. Святая Злата Моглинская видела, как многие ее соплеменники переходили в другую веру, чтобы выжить, вырастить своих детей. Ее вряд ли упрекнули бы родные и односельчане. Но девушка явила пример небывалой стойкости и твердости. Церковь обращается к своей святой с просьбой. Мученица Злата, моли Бога о нас! Субтитры подогнал «Симон»!